Балтийское море может стать внутренним морем НАТО. Министр обороны Эстонии Ханна Певкур заявил, что Финляндия после вступления в НАТО совместно с Эстонией планирует интегрировать противоракетную систему для береговой обороны. Больше об этом узнаем у нашего следующего гостя. К эфиру проекта Freedom представится Ханна Певкур, министр обороны Эстонии. Здравствуйте. Добрый вечер. Прежде всего, прошу нас прокомментировать новость о том, что Эстония и Финляндия приняли решение объединить береговую оборону после расширения НАТО. Для чего это будет сделано? Мы, конечно, конкретно не обняли, мы говорим о том, что будет интеграция двух систем, потому что мы все понимаем, что длинность или простота Финского залива 80 километров. И если мы посмотрим на ракетные комплексы, то здесь мы все понимаем, что есть возможность получать или достигнуть тоже обе берега. И поэтому, конечно, мы должны смотреть очень конкретно, какую информацию мы обе имеем. И если есть нужда пользоваться этим системой, то мы знаем, почему, куда и как. То есть можно утверждать, что после присоединения Швеции и Финляндии к НАТО Балтика станет внутренним морем Альянса? Ну, по фактически это так и ведь будет. Но, конечно, по международным актам мы все понимаем тоже, что будут международные воды, и у России будет возможность пользоваться этих международных вод. Но, да, фактически мы ведь все понимаем, что если Финляндия и Швеция тоже будут в НАТО, то Байтийское море как бы и внутреннее море НАТО. А вот как, по-вашему, Россия на это отреагирует? Ну, ведь они, скорее всего, понимали, чем им грозит вступление в НАТО еще двух европейских стран. И вот, тем не менее, Путин еще 16 мая в ходе саммита ОДКБ заявил, я процитирую, «непосредственной угрозы расширения Альянса за счет этих стран для России не существует». То есть они смирились с неизбежным или как понимать слова Путина? Ну, это, конечно, нужно от него спросить. Конечно, этого мы не можем делать, но это фактически так ведь есть. И это не наша проблема, что и как они там думают. Наша все-таки забота в том, чтобы защищать Эстонию, защищать Финляндию и другие страны НАТО, если Финляндия и Швеция будут тоже членами НАТО. И этими наверняка и в России, в Кремле люди думали об этом, что если они будут воевать с Украиной, то эти шаги Швеции и Финляндии могут сделать. Теперь это они сделали. Я лично надеюсь, что все-таки по первой возможности у нас все окончательные решения насчет этого тоже будут сделаны, чтобы Финляндия и Швеция были бы стопроцентно членами НАТО. Несмотря на то, что Путин говорит, что никакой угрозы нет, тем не менее канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Салм в интервью The Washington Post заявил, что страна на грани риска и единственное решение это наращивание производственных мощностей. То есть речь идет о вооружениях. О каких вооружениях прежде всего идет речь? У нас проектов, конечно, очень много, если мы посмотрим. Ну, таких решений, которые уже были тоже коммуникированы, то в первой серии, конечно, то, что в Эстонии придет тоже система Heimars. Мы говорим сегодня о том, что в ближайшее будущее правительство наверняка сделает решение насчет ПВО. И, конечно, очень много других решений, которые еще придут, но о которых еще сегодня я, конечно, не могу прокомментировать. А вот в ближайшие недели в Эстонии будет создана штаб-квартира, новые дивизии НАТО с дислокацией в стране. Можете чуть подробнее об этом рассказать? Что это будет? Да, но это как бы следующие шаги после НАТО-саммита. И эти решения были сделаны уже в Мадриде. Теперь мы пойдем дальше. Да, извините, на секундочку. Ну, мы вас прекрасно слышим. Да, да, вы можете продолжать. Да, мы обратно. Извините, на секундочку. Да, значит, да, эти решения мы сделаем в ближайшие будущие, в ближайшие недели. И как мы дальше пойдем, но в первую очередь мы должны все-таки понимать, что это дивизия, которую мы создаем, это дивизия вместе, нашими союзниками. И это не секрет. И поэтому, конечно, мы работаем дальше как можно быстрее насчет того, чтобы эти решения все были сделаны уже в ближайшие недели и месяц. На следующей неделе Эстония закроет въезд в страну гражданам Российской Федерации, у которых на руках шенгенская виза, выданная страной. Вот для чего это делается? Может, в том числе и для таких, что называется, инициативных россиян. Вот мы помним, да, которые собирали деньги на дроны для российской армии. Вот тот громкий случай, как житель Псковской области был задержан именно по такому поводу. Мы с вами говорили об этом. Вот для обороны страны русские несут опасность? Ну, если мы посмотрим на это решение, которое мы сделали насчет ВИЗ, то мы все понимаем, что эти санкции, которые против России сделаны, и Российской Федерации, и разных стран, они должны быть эффективными. И это одна возможность еще раз показать, что да, у нас еще есть какие-то варианты, какие-то решения мы можем еще сделать, чтобы санкции были бы эффективными. И, конечно, если мы посмотрим на разные ситуации, то мы видим, что тоже среди россиян разных мнений много. Есть много людей, которые поддерживают Путина, эту политику, которую Путин сейчас, или с чем он занимается в России, поддерживают войну против Украины, но есть некоторые люди, которые, конечно, не согласны с этим. Но еще раз, все мы должны понимать, что Россия все-таки страна, которая отвечает, или где отвечает за все решения, сейчас Путин. Если Путин в войне с Украиной, то мы должны поступать так, что эти санкции, которые мы решили сделать в Россоюзе, в мире, против России, то они были бы эффективными. На выходных были, насколько я знаю, высланы два пропагандиста из «Известий», которые вроде бы были как туристы, а на самом деле ездили снимать танк Т-34. Если можно, об этом случае расскажите. И вообще, вот таких вот случаев стало больше или нет? Да, эти два человека пришли в Эстонию и сказали, что они пришли сюда отдыхать. Конечно, цель их поездки не было, отдых, но они сразу пошли к танку. И наши работники полиции и погранохраны занимались этим вопросом. Люди были бы отправлены обратно в Россию, и их визы были аннулированы. Да, аннулированы. И здесь, в общем-то, больше ничего и нет комментирования. А как быть с теми, у кого шенгенская виза и выдана не в Эстонии? Последует ли Европа призыву премьер-министра страны прекратить выдавать россиянам туристические визы? Как вы считаете? Ну, мы надеемся. Сегодня, конечно, тяжело этого всего видеть, что все придут. Но мы уже видим, что некоторые страны это решение уже сделали. Некоторые сделали тоже такие технические ограничения. Значит, люди понимают, почему эти решения были сделаны. Они здесь, в Эстонии, в Латвии. И наверняка все-таки будет обсуждение тоже на разных инстанциях Евросоюза. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Ханна Певкур, министр обороны Эстонии, был на связи со студией проекта Freedom. Субтитры создавал DimaTorzok